Всем привет! С вами Андрей. И сегодня я продолжаю проходить игру RedBall4. Сегодня мы с вами будем проходить второй эпизод, это Дремучий лес. В прошлой серии мы с вами проходили первый эпизод Зелёные холмы. Ссылочку я конечно оставлю в описании, как и в злом игры. Не хочу, пойдём быстро, не хочу зацепить серию. Скажу честно, что это мой самый нелюбимый эпизод, потому что он самый сложный для меня. Здесь очень много всяких ловушек и загадок, которые нужно конечно же раскрыть. Некоторые я сам не понимал и в принципе на этом эпизоде я и заканчивал свою игру, потому что не знал как дальше проходить. Ну вот мы уже прошли наш уровень. Был лёгкий, изи. И как мы видим, нам добавляется вот такая новая штучка, это у нас пила. Если мы до неё докоснёмся, то убрём с первого же раза. Поэтому её нужно опасаться. Она у нас очень-очень опасная. Идём дальше. 18 уровень. Убиваем всех наших квадратных засранцев. Здесь нужно нажать на эту кнопочку, чтобы сверху у нас открылась дверь, конечно же. Забираемся и идём дальше. Ой. Успел, успел. Разгоняемся и вот прыгаем. Вот. Всё. Да. Дальше у нас идёт... Вот, пожалуйста. Мы умерли. Но мы дошли до нашего чекпоинта. И дальше смотрим, что же я буду делать. Во-первых, нам нужно дождаться, пока пила поедет обратно вот к этому флажку, который у нас снизу. Вот сейчас нужно... Давай-давай-давай. Пинать этот... С вами это бревно. Дальше запрыгивать и всё. И проходить дальше. Как мы видели, эта пила просто разрезала наше бревно. И поэтому... Это было довольно-таки опасно. И нужно это делать очень быстро, чтобы пройти, конечно же, этот уровень. Проходим дальше. Дальше у нас идут ещё новые засранцы. Это у нас засранец-ниндзя, который у нас очень высоко прыгает. И убить его... То есть можно его не убить. Можно вообще не попасть в него. То есть когда мы прыгаем, он просто не знает, что делает. И... Вот так вот у него получается. Так что он как-то от нашего удара отходит. Защищается так. Миралко нам так нельзя делать. Дальше мы убиваем вот этого засранца. Прыгаем и нажимаем на кнопочку. Вот. И у нас открывается дверь. Идём дальше. Здесь у нас идёт уровень вот с такими вот ещё штучками железными, которые у нас выдвигаются. Не получилось. Пробуем ещё разок. Просто здесь нужно... Вау, вот так вот. Дальше просто вот так берём и убиваем этого засранца. Странно, что он стоял и ничего не делал. Это очень странно. Кстати, вот никогда не нужно вот так вот делать, как я сейчас делал. Нужно подпрыгивать, чтобы у нас наше бревно нас не убило. Потому что оно может нас убить. Вот, оно убило этого засранца, прищемило. Так же и нас может прищемить. Дальше мы выдвигаем с вами железную хрень. Ну, или палку железную. И проходим. Убиваем засранца и проходим дальше. Как всегда, наша задача пройти этот эпизод на золотую медаль. Набрать полностью... Блин, засранец, а? Набрать полностью шкалу нашего... Нашу шкалу. Чтобы там у нас был один золотой луч. Ничего пустого не должно быть. Всё должно быть заполнено. Опять этот засранец. Вот убили с первого раза. Нажимаем на кнопочку. У нас скрываются двери. Дальше нужно сделать... Да, здесь не получится, но ладно. Дальше нам нужно пройти, конечно же. Собираем. Забираем звёздочку. Прыгаем и проходим дальше. И убиваем опять засранца. И я опять зафейлился. Поэтому мы убиваемся. Объясню, почему я зафейлился. Потому что здесь вот у нас есть звёздочки. И я опять зафейлился. Сейчас мы убьём... Само... Убьёмся. Так, всё. Блин. Сработал. Всё. Подыхаем. И сейчас наша задача вот эти вот звёздочки взять. Да, всё. Отлично. И проходим дальше. Здесь собираем звёздочку. И здесь вот... Фейл. Я зафейлился. Блин, опять зафейлился. Да. Что-то как-то не прёт меня этот уровень. Убиваемся нашего квадратного засранца. И... Эм... Конечно же, проходим дальше. Убиваем этого засранца. Забираем звёздочку. И теперь главное не зафейлился здесь. Потому что здесь нужно сделать всё вовремя. Так вот. Вот так вот. И проходим дальше. У нас золотая медаль. Уже 22 уровень. Как я помню, вроде бы у нас в одном эпизоде 15 уровней. Поэтому на 30-м, скорее всего, у нас уже и будет босс. Босс будет, конечно же, сложнее. Ну, это у нас только ещё предстоит. Как мы видим, у нас есть такая кнопочка. Она у нас на время, чтобы... Эм... Нужно успеть, чтобы пройти это. Иначе мы... Просто не успеем войти. Потому что у нас дверь закроется. Поэтому нам нужно здесь делать очень быстро с этой кнопочкой. А там вроде не дверь или... Там это... Палка у нас железная эта. Здесь опять то же самое, как мы видим у нас здесь. Опять это пила. Страшная пила. Если бы я играл вот... В настоящей реалии вот такой игре, я бы... У меня бы точно такое же лицо было, как у этого красного мячика, когда он видит эту пилу. Я бы тоже кирпичи наложил. А, здесь застранится. Я думаю, здесь пила. Так. Кнопочку жмём. Кнопочку. И дальше очень-очень быстро, очень-очень быстро разгоняемся и прыгаем. Успели в последнюю секунду. Так. Далее у нас идут опять засранцы. И опять кнопка на время. Жмём, жмём. Всё. И теперь летим. Но здесь мы должны, по идее, успеть. Поэтому... Я стараюсь лететь как можно быстрее. Всё. Прошли. И вот как вот я прошёл, тут же дверь практически закрывается на этой же секунде. Убиваем. Вот он. Бессмертный наш засранец. Убиваем засранца. Так, здесь нет никого. Да, вот так вот. Правильно. Так, ну что ж такое-то, а? Так. Да, здесь нужно вот так вот запрыгнуть вот на эту штучку. И главное с неё не упасть. Проходим дальше. Так. И вот так. Да, всё. Забираем звёздочку и проходим дальше. Конечно же. Так, уже семь с половиной минут. Снимаем. Как мы видим, внизу просто дохрена этих засранцев. Как мы видим, у нас есть пила. И сейчас мы сделаем волшебное действие. Конечно же, включим нашу пилу. Вот так. Тыщ. Тыщ. И остался последний, который улизнул. Но мне кажется, у него это не получится делать. Сделать. Вот засранец, а. Сейчас опять улизнет. Вы смотрите, вообще. Засранец, а. А? Давай уже. Помирай. Да, всё. Его умение паркура его подвело. Он не смог запрыгнуть. И поэтому он слился. Как последний квадратный лох. Далее нам нужно ухватить эту звёздочку. Так, ухватили. И дальше линяем отсюда, чтобы не испортить нам нашу красную шкуру. Чтобы, конечно же, не умереть. Так, я понял, как здесь. Сначала нужно нажимать на эту кнопку, затем уже на эту кнопку. Не получилось. Пробуем ещё разок. Нажимаем. Нет, вроде бы нужно на эту. Или как, я уже что-то путаю. Нет, сначала нужно на эту кнопочку нажать. И на эту так. И всё, прыгаем. Да, всё, получилось. Дальше у нас идёт опять этот мостик. Наш верёвочный. На которых, конечно же, сидят засранцы. Как же без них? Тут на каждом уровне есть каждый засранец. Далее нам наш засранец-ниндзя квадратный нажимает на кнопочку. Тыщ. Ах ты засранец, а. Вы посмотрите, какой хитёр. Почему я так не могу делать, мне интересно. Так, тут мы нажали на кнопку. И тут нам нужно просто успеть прыгнуть. Так, здесь нужно вот так вот упасть, чтобы... Так, всё получилось. Далее нам нужно просто забраться на самый низ и, конечно же, прыгнуть. Так, всё отлично. Идём дальше. Что же нам нужно здесь делать? А здесь у нас очень умный такой уровень. Нам не нужно пробираться. Тем более мы никак не проберёмся здесь, если вот залезать. Мы просто так двигаем это бревно. Далее встаём вот на эту вот палочку. Вот именно где я сейчас нахожу, чтобы бревно проехало. Иначе оно вот так вот у нас будет. Далее брёвнышко нажимает на кнопочку и открывается у нас дверь. Это тоже очень такой, довольно-таки умный механизм. Я долго гадал, сам не знал, как делать, потому что был мелким. Но сейчас я уже понимаю многое. Так. А, мы на кнопку не нажали. Далее у нас где такая каруселька. Ну и даже каруселькой сложно назвать. Так. И сейчас нужно вовремя. Вот так вот, да, всё. Что же мы видим с вами дальше? А дальше мы с вами видим непонятное дупло в дереве. Дупло. Дупло в дереве. Что же нам нужно делать? Во-первых, нам нужно убить одного ниндзя. И далее нам нужно вот так вот. Ну, в общем, нужно на него так прыгнуть эффектно, чтобы достать до этой кнопки. И ниндзя у нас будет выходить бесконечно из этого, того дупла. А вот у меня сейчас бы получилось вот оно здесь, дупло такое. Айх, ты засранец, а? Как ты посмел ударить меня? Почему у меня тоже мечей нет никаких или какого-нибудь оружия? Хотя это уже больше похоже не на RedBall, а на GTA. С красным мячиком. GTA RedBall будет у нас. Ладно, что же у нас дальше идёт? А дальше у нас идёт аж целых две пилы. Я бы на месте эту мячику уже такую рожь не строил. Я бы уже давно в кирпичи наложил бы. Причём очень много. Далее мы просто пробираемся, нажимаем на красную кнопочку. И дальше идём обратно. Перелезаем. Залезаем и проходим дальше. Зачем я нажал на этот пробел? Дальше мы видим. Засранец опять прыгает. Посмотрите, наркоман. Вот, вы видите, видите, как он дрожит? Наркоман. Всё, меня убили. Так, эффектно меня убили. Они сейчас будут поодиночке так прыгать. Всё. И сейчас второй засранец, конечно же. Читак. Так, всё, проходим дальше. Знаете, тут какие-то довольно-таки идиотские эти квадратики. Потому что вот этот квадратика ничего не может делать, как просто двигаться. Засранец в экопировке у нас может быстро двигаться. А вот засранец ниндзя у нас может прыгать. Поэтому они вот такие вот слабые все. Так, что же у нас тут есть? У нас тут есть бесконечный дуплос, которого мы должны убить всего лишь одного. Далее никого убивать не нужно. Потому что далее нам... Я не знаю, здесь, наверное, сделали это дупло для того, чтобы, если вы, например, упадёте, то вот так вот случайно ударитесь от него. И у вас из-за этого снесётся одно сердечко. Скорее всего из-за этого, но убить одного засранца нужно обязательно. Чтобы заработать себе немножко вот этого жёлтого луча света. Далее мы прыгаем. Так, и проходим, конечно же, дальше. Какой у нас уровень? 28-й. Осталось два уровня и будет у нас уже босс. Босс будет уже намного сложнее. Да, зафейнился. Немножко. Босс у нас будет намного сложнее, чем, конечно же, первый. Первый был, я скажу, изи, ещё изи. Следующий уже будет намного сложнее. Так. Что ж такое, а? Опять не могу пройти. Что всё время начинает тупить, когда снимают этот Red Ball. Частями туплю где-то, где-то нет. Вот опять протупил. Вот, я не знаю, я просто пробел нажимал, он не работал почему-то. Так. Так. Всё, да. Прошли дальше. Забираем звёздочки, убиваем засранцев. И проходим дальше. А дальше у нас идёт чекпоинт и наш ниндзя-засранец. Которого нам нужно обязательно убить. И он у нас не убивается опять. Читер. Читак. Читак Red Ball, я скажу, вот так вот. Ай, зря сделал. Вот так не надо делать. Если вы сделали, как я, то это очень-очень плохо. Давай. Всё. Что же дальше... 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 Блин. Что же дальше нам нужно делать? А дальше нам нужно подойти к этому брёвнушку. И как подъезжает вот эта вот с вами. Нужно её вот так вот поставить. Но я опять немножко зафейлился. Поэтому я сейчас обратно на курсельку нашу. Одну звёздочку. Золотой луч есть. И проходим дальше, конечно же. Всё. 29 уровень. Последний. Да, вот это мой самый нелюбимый уровень. Как мы видим, у нас здесь на время. Что же нам нужно сделать? А здесь у нас... Довольно-таки лёгкие действия, если вы играете в RedBall, конечно же. Значит, мы его так катим, катим. Так, да, я зафейлился опять. Давай, давай, давай. Значит, эту кнопку ничего нам не нужно ждать. Просто с самого начала нужно прикатить. Самое начало. И аккуратненько его покатить. Примерно вот так вот. Просто встать вот сюда вот. В самое начало на него. Вот так вот, да. Всё. И теперь остаётся только ждать. Только ждать, пока этот у нас... Это бревно у нас не докатится. И не откроет нам кнопочку. Всё. Идеально всё. Отлично всё. Успешно сработано. Проходим дальше. Вот такой вот у нас очень интересный уровень был. Тем, что такая вот загадка. Нужно правильно сделать. Я зафейлился. Как я так зафейлился? Ладно, у нас чекпоинт есть. Что же нам нужно? А нужно нам выдвинуть вот эту самую верхнюю хрень. Нажать на кнопку и пройти дальше. А дальше у нас идёт ещё один уровень с этими засранцами ниндзя, которые у меня иногда очень-очень сильно раздражают. Что же нужно сделать? Во-первых, нужно на него прыгнуть. Вот так вот. Убить одного засранца. Прыгнуть на него. Так, что-то я тут... А, да, всё. Опять у нас табличка босс. Ну что, наш первый босс... Ой, первый. Второй босс. Он у нас выглядит как ниндзя. Я не знаю, почему он сразу стал задыхаться, хотя бы просто прыгнул. Я не знаю, наверное, здоровый, жирный такой, упитанный. Просто даже если просто глаза моргнёт, тут же устанет. Здесь у нас уже так прыгает, но уже за нами не гонится. Здесь у нас сначала он прыгает, вызывает эти две пилы. Я правильно сказал, хотел. Думал, что ошибся, но на самом деле я правду сказал, что здесь аж две пилы. И нужно остерегаться этого, потому что как он у нас прыгает. Опять прыгает, вот пьём его, и опять вроде бы тоже две пилы. Да, тоже две пилы. Здесь нужно аккуратно, потому что если будут эти пилы, то у нас будет всего лишь одна жизнь, потому что эта пила сносит всё здоровье. Абсолютно всё. Дальше у нас остаётся половина у него, три сердечка уже. И опять вызывает своих миньонов-засранцев. Если он будет вызывать своих ниндзи, это будет тоже не очень приятно, потому что их победить, ну, хотя сказать невозможно, а правильно сказать, что очень тяжело, потому что они могут с первого раза не убиваться. Как мы видим, у нас потихонечку набирается наш золотой луч. Ух, ё, как я его закрутил-то, а. Что-то мне кажется, что я тут проиграю. Сейчас призовёт своих засранцев. Вот это вообще читерство. Почему он вызывает именно прямо в меня? Так. Проходим аккуратно. Всё, я теперь предельно аккуратен, потому что два сердечка это уже... Ну, сказать, что половина, три сердечка, ну, это как-то не так. Не половина, скажем, у меня осталось две третьих жизни. Я имею в виду сердечек. Два сердечка из трёх. Вот... Вот, я не знаю, это просто читерство, вот. Всё, я аккуратно сейчас опять призовёт засранцев. Так, о, отлично, всё, всё. У меня просто вопрос, что это было? Как? Один вопрос, как это было, я не могу понять. Вот он такой вот засранец. Я к нему прикасаюсь, у меня одно... Одно... Одна жизнь. Ну, одно сердечко. Исчезает? Ну, вообще, ни одно, вроде бы, а полностью жизнь исчезла. Вообще, я умер. И он сразу же... Сразу же показал свою морду. Ну, ладно, мы выиграли нашего босса, смотрим заставочку. Нас опять-то раздувается, краснеет, причём у него глаза в разные стороны крутятся. И как мы видим, там среди деревьев уже такая чёрная-чёрная фабрика видна. Ну, что? Значит, сегодня мы с вами прошли Дремучий лес. Сейчас это у нас второй эпизод, далее у нас будет уже мрачная фабрика, это у нас там уже само зло. Ну, хотя там дальше уже будет битва за луну, но всё-таки основное зло будет вот здесь вот. Поэтому в следующей серии мы обязательно пройдём остальные уровни. А если вам понравилась эта серия игры RedBall 4, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видеороликом со своими друзьями и вступайте в мою группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. С вами был Андрей, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok